ПАВЕЛ БАГРЯНЦЕВ ПАВЕЛ БАГРЯНЦЕВ ПАВЕЛ БАГРЯНЦЕВ ПАВЕЛ БАГРЯНЦЕВ ПАВЕЛ БАГРЯНЦЕВ ПАВЕЛ БАГРЯНЦЕВ Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Павел Багрянцев, автор канала Современного Мужчины. Я сейчас нахожусь в самом центре Лондона и хочу это видео посвятить тому, как стать по-настоящему счастливым и что вообще означает быть счастливым. Мне тут стучат, вот они мне стучат, давайте им помашем. Смотрите, люди стоят в пробке в лондонском двухэтажном автобусе и машут мне, что очень приятно, британцы действительно очень добрые люди. Видите, люди рядом улыбаются, значит, они действительно счастливы. И что же это такое? Ну, прежде всего, если я задам вам очень простой вопрос, то... Привет, Москва! Привет! Если я людям задаю очень простой вопрос, что бы ты в жизни хотел? Из чего бы ты хотел, чтобы состояла твоя жизнь? Чем бы ты хотел, чтобы она была наполнена? И каждый мне отвечает, что это любовь, семья, бизнес или карьера, не знаю, хорошее отношение, спорт, путешествия и многое-многое другое. Тоже можно сказать и об увлечении. И почему-то, когда я задаю человеку следующий вопрос, а над чем ты сейчас работаешь, в чем ты сейчас хочешь преуспеть, то мне обычно отвечают, это либо бизнес, либо карьера. Очень редко я слышу, когда человек хочет преуспеть в здоровье или хочет преуспеть в личных или семейных отношениях. Как правило, это какая-то одна или две сферы. И обычно, когда человек преуспевает в этих сферах, почему-то он не становится счастливым. Я знаю много людей, у которых есть семья, путешествия, еще что-то, но они не до конца счастливы. Хотя у них есть все для этого, но они не до конца счастливы. Я знаю много людей, которые очень богаты, которые путешествуют, которые здоровы и самое главное, но они тоже не до конца счастливы. Как будто в этом пазле чего-то не хватает. Давайте сейчас вместе с вами подумаем, чего в этом пазле не хватает, почему мозаика не складывается, почему все равно есть какая-то тревога внутри. И я сейчас вас попрошу сделать одно небольшое упражнение или задание, неважно, как его можно назвать. Вы можете сейчас взять листок бумаги и написать все те сферы, которые вы бы хотели, чтобы присутствовали в вашей жизни. Здоровье, допустим, семья, бизнес, карьера, друзья, отношения, то есть все, что угодно. Те сферы, которые действительно сделают вас счастливым. Напишите их, пожалуйста, пускай их будет 5, 7, 10 или 20. Дальше, что вам нужно сделать, напротив каждой из этих сфер вам необходимо написать в процентах. Как вы считаете, на сколько процентов вы удовлетворены этой сферой? Это может быть в форме диаграммы. Может быть, вы круг разделите на какие-то дольки и каждую долю заполните на столько процентов, насколько считаете нужным. Не принципиально, это ваше дело. Главное, напишите. И вот вы сейчас увидели, что если эту диаграмму изобразить в форме колеса, и этот пример вы сейчас видите на этом видео, то вы увидите, что это колесо какое-то негармоничное, это колесо жизни, оно какое-то неровное. Так вот, ответьте мне, дорогие друзья, если на автомобиль поставить такое колесо, сможет ли он ехать? Я думаю, что он никуда не сможет, но ехать. Именно поэтому наша жизнь порой недостаточно гармонична, и мы недостаточно счастливы. Потому что если вы работаете только над одной или двумя сферами, если работаете только над развитием этого, то тогда вы не приведете свою жизнь к тому результату, которому вы хотите. Нужно работать над всеми сферами, чтобы они были гармонично развиты. И вы сейчас наглядно в процентах можете увидеть, чего вам в жизни не хватает. И в следующий раз, когда вас спрашивают, а над чем вы сейчас работаете, чего вы в жизни хотите достичь, я желаю, чтобы вы работали над всем тем, что вас действительно сделает счастливым. Задумайтесь, пожалуйста, над этим. Я проводил этот эксперимент небольшой уже много-много раз, и каждый раз я в жизни что-то менял. Это мне сейчас позволяет путешествовать, заниматься спортом, заниматься любимым делом, выстраивать те отношения, которые мне хочется, и жить более наполненной жизнью, чего я и вам желаю. Еще раз передаю вам привет из Лондона. Я желаю вам успехов и удачи. Если вам понравилось это видео, ставьте «Мне нравится», подписывайтесь на наш канал «Современного мужчины», оставляйте ваши комментарии. И до новых встреч! Всем пока, дорогие друзья!